МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Повседневный вопрос, как отдохнуть с семьей или друзьями так, чтобы отдых был полезным, активным, позитивным и безопасным. Чтобы и адреналин получить, и навыки новые приобрести, и этим требованиям соответствует стрельба из лука. А это, кстати, древнейшее спортивное искусство в Узбекистане. И в Ташкенте такое место есть – стрельба из лука с безопасными стрелами. Здесь и поиграть можно, и потренироваться. А мы все это увидим своими глазами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 17 июня 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию и популяризации вида спорта стрельба из лука. Документам поручается определить стрельбу из лука как приоритетный вид спорта и популяризировать его в нашей стране. Также установлено, что ежегодно будут проводиться такие турниры, как Алпамыш и Борчиной в Ташкенте, в Самарканде Кубок Тумарис, в Бухаре, как Акани, Самарканди и Хиве, неделя туризма и стрельба из лука. Помимо высокого профессионального уровня стрельбы из лука есть альтернативный, развлекательный. Это Арчеритак. Он предлагает стрельбу из лука, динамичную игру, чтобы участники двигались и получали адреналин. Здесь можно почувствовать себя героем. А как здесь всё происходит и с чего начинается стрельба из лука, нам расскажет сегодня Георгий. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Первый раз я нахожусь в таком месте. Как здесь всё происходит, с чего начинается. И вы, я думаю, проведёте нам небольшую экскурсию. А мы это всё увидим своими глазами. Отлично. Для начала пройдёмте наш тир, пожалуйста. Первое, что мы спрашиваем у наших гостей, это то правша или девша. Какой рукой пишите? Я девша. Вы девша. Первым делом мы надеваем крагу. Зачем нужна крага? Она защищает руку, которую держим лук, от того, чтобы её не обранила тетива. Так как вы у нас левша, то мы надеваем её на правую руку. Вот так, просовываете. Защищать она должна внутреннюю часть руки, если вы будете стрелять неправильно. Её нужно затянуть плотно, но она не должна давить. Примерно вот так. Отлично. Я правша, я надеваю на левую руку. Мы берём лук той рукой, на которой у нас надета крага. Держим мы его вот так. Теперь я покажу вам, как быстро заряжать его. Вы берёте стрелу другой рукой, свободной, за самый конец. Выставляем руку с луком вперёд, рукой наверх. Наоборот. Кладём стрелу сверху и быстро заряжаем её одной рукой. Лук не нужно держать вот так, не нужно держать тетиву вот так. Держим последними фалангами. Локоть руки, которой мы держим лук, нужно отвернуть. То есть наши локти должны друг на друга смотреть. Стоим ровно, локоть отвернули. Второй локоть не опускаем к себе, не задираем наверх, тоже ровно. Тянем и отпускаем. Вы руку вытягиваете. Стойте ровно. Руку вытянули. Если у вас стрела выпадает, то вы лук можете наклонить. Эту руку приподняли. Смотрите, держите. Вот так вот. Последними фалангами. Ага, вот это будет правильно. Тяните выше локоть. Не страшно. И резко отпускаете. Отлично. Стрельба из лука особенно полезна для молодежи, поскольку она учит быть терпеливее и выносливее. Для достижения достойного результата требуется практика, терпение и преданность делу. Все вышеперечисленное является стандартным набором, в котором молодые люди должны быть прокачаны. Эта идея была придумана, так скажем, уже в 2018 году. Тогда вот как раз таки я именно вышел из бизнеса ивент-сферы. И тогда мы организовали мероприятие, которое называлось робо-агентство. И уже потом я искал в этом же сфере какие же бизнес-приприятия, какие же ивенты-услуги могу я организовать. В поисках, так скажем, идеи в интернете я увидел именно такую вот игру под названием Archery Tag, предлагались как варианты франшизы. И я подумал, почему мы это его не заказать. Я посмотрел в интернете и нашел поставщиков, кто может это все для нас предоставить. Много не думая, в этот же момент я обучался в бизнес-курсах, был во многих клубах, и тогда нас обучали именно быть решительным, чтобы нужно быстро принимать решения. И тогда я уже заказал логотип, изучил все от А до Я для данного бизнеса, как его можно проводить, какие есть нюансы. Ну, естественно, я сам не понимал, с чего начать. Изначально было очень трудно начинать, потому что половина наших оборудований, они потерялись во время пути. В 2018 году, я помню, это было 22 сентября, мы хотели открываться, но из-за опоздания наших товаров мы смогли очень поздно открыться. Ну, несмотря на это, сами смастерили барьеры, сами смастерили краги, где-то нашли способ, потому что везде уже был анонс, а мы должны были открыться. Таким образом, мы открылись 13 октября 2018 году. Я помню, тогда шел очень так сильный дождь, и несмотря на это, мы собрали много блогеров, известных людей, и в экопарке, в холодной погоде 13 октября мы открылись. Чем ваша стрельба из лука отличается от обычной стрельбы из лука? Ну, все наши стрелы, как вы видите, оснащены мягкими, пропененными наконечниками. Это позволяет им как и выбивать ячейки, так и стрелять друг в друга, при этом не нанося никаких увечий абсолютно. Если мы говорим, например, про самую уязвимую часть тела, это про лицо, то все наши игроки во время боя обязательно надевают краги для того, чтобы защититься от оружия, и надевают каски для того, чтобы не получить увечий от попадания в лицо. Само попадание стрелой в тело можно сравнить, как попадание, скажем, футбольным мечом средней силы удара. Ощутимо, но не больно. Главным реквизитом, конечно же, является лук. Расскажите нам, из чего сделан лук у вас? Чем он отличается от других? Ну, наши луки, можно сказать, что состоят из трех основных частей. Это, то есть, рукоятка, она же самый силовой элемент, который сдерживает всю энергию, которую лук может накопить. Он выполнен из пластика. Далее, вот эти вот ушки, они деревянные, они абсолютно одинаковые, и лук разборный. Если его нужно транспортировать на какое-то выездное мероприятие или еще что-то, оно легко демонтируется. И, конечно же, тетива. Тетива не тянется, во время зарядки тянется сам лук. Усилие лука порядка 15 килограмм, справиться с ним может даже ребенок примерно от 7 лет. Также в наличии у нас имеются детские луки. Если ребенок небольшого возраста или он не может по каким-то физиологическим причинам справиться с большим луком, то мы им предлагаем маленькие. Они намного легче раза в два и намного легче тянутся. Сейчас мы плавно, наверное, перейдем к нашим мишеням, раз уж мы находимся в нашем тире. Сейчас я попробую выбить ячейку. Отлично. Давайте перейдем к мишеням. Все наши мишени тоже состоят из мягкого пропененного материала. Каждая мишень состоит из 5 ячейк. Все ячейки выпадают. Не всегда ячейка выпадает с одного раза. На это влияет много факторов. Например, угол, под которым прилетела стрела. То есть, если она прилетела, например, вот так, она ударит сильнее туда и ячейка согнется, как, например, вот эта. В нее попали сбоку. И не факт, что понадобится одно попадание для того, чтобы ее выбить. В нашей игре считаются только выпавшие ячейки. В общем случае их 5, но центральная приносит больше баллов за счет того, что игровая меньшего диаметра. За это мы начисляем большее количество баллов. Также в некоторых режимах все 5 выбитых ячеек обеспечивают команде победу. Кстати, стрельба из лука это только сегодня такое интересное развлекательное соревнование. А ведь раньше благодаря луку и стрелам охотились на животных. А также, к сожалению, использовали во время войн. Ну а сегодня это одно из самых интересных и захватывающих спортивных состязаний. Очень интересно многим почувствовать какие-то лучшие бои. Первые в Узбекистане, первые в Ташкенте, как она происходит. Многие знали, что такое пейнбол, многие знали, что такое лазертак, но про лучшие бои многие не знали. Были свои нюансы, потому что мы хотели, чтобы она была в центре города, а в центре города поле было дорогое. Таким образом, мы много мотались сюда-сюда, искали помещения. Несмотря на все это, мы занимались этим очень даже долго, усердно, с энтузиазмом. И на самом деле, нам было очень приятно этим заниматься, потому что мы делились эмоциями, мы дарили людям радость, счастье. Все вспоминают детство, когда мы в детских дворах играли из лука, стреляли друг друга. И эти же воспоминания, они приходят именно в этой же игре. Поэтому игра, она стала тоже более-более-менее популярной в нашем уже городе, в нашем стране. Начали мы сотрудничать с университетами, со школами. На самом деле, было много-много-много предложений, и мы уже начинали выходить уже своим же тоже ивент-агентством. Кому можно выходить, организовать сим-билдинг, организовать день рождения. Таким образом, мы уже проработали очень даже долгое время. Буквально прошедший год нам одобрили инвестиции. Были трудные времена, и несмотря на все это, команда осталась с нами, мы вместе смогли пройти этот этап. И смотря на все это, министры, естественно, они инвестирули в наш проект, они поверили нам. И вот, и 15 апреля мы вот создали помещение, которое мы так долго хотели, которое мы так долго стремились. Дальше нас встречает информационная такая панель. С ней, кстати, люди зачастенько сами знакомятся, им не приходится подолгу объяснять правила и принципы игры. В первую очередь, это экипировка. Это, как правило, крага. Ну и немаловажно, это шлем. Потому что, когда люди играют друг против друга, это уже немножко иная ситуация. Тут можно получить травму. Причем, травму мы получаем не от наконечника стрелы, он у нас мягкий. Единственное, что может нанести ссадину, это как раз ее хвостовик. попадя в лицо. Если он попадет в лицо, то мы получим увечь. Вот, поэтому маска должна обязательно сидеть плотно, не должна спадать, но при этом в ней должно быть удобно. Когда мы хотели создать свое помещение, мы, естественно, начинали с нуля, именно не зная, как его сделать, как его реализовать. Для этого, естественно, понадобился зарубежный опыт. Мне очень поразило, как люди в зарубежных странах, они начали так мне помогать, уже советами. И как можно полностью все благоустроить дизайнера, но в какой-то момент мы подумали, что это можем и сами сделать. На самом деле, это тоже, так скажем, мой совет может предпринимателям. Если у вас есть возможность к дизайнеру, можете идти, потому что она много ваших проблем решает, потому что какой цвет нужно выбрать, какие нужно выбрать решения, тогда архитектор-дизайнер, он для вас все это подготовит и на этом не будет занимать. Но, с одной стороны, мы смогли это реализовать, но кто бы знал, если у нас не получилось. Мы, на самом деле, не думали про лес, то есть у нас там была как-то пламбе. Вначале мы хотели сделать какие-то красивые арты из острых-острых углов, может быть, на листах какого-то лучника. Как у нас была идея Хиропарк, а Хиропарк это, естественно, это зелень, это у нас красота, природа. И тем более это у нас лучные бои, лучники, они у нас всегда ассоциируются с лесом, это с Робин Гуд. Человек, когда сюда заходил, он как будто попал в горы, в лес, чтобы он здесь себя чувствовал настоящим лучником. И таким образом наша идея, наше видение именно с людьми, которые будут рисовать, они все совпались. Это дало очень хороший результат, потому что люди, которые сюда приходили, они реально чувствуют, что тут как будто ты находишься в лесу. И в дальнейшем, я думаю, обязательно будем создавать маленькие леса в других точках. самая, наверное, интересное место, это наша арена. Площадь ее примерно 270 квадратов метров. Это площадь исключительно игровой арены. Что здесь происходит? Здесь происходит самое интересное. Тут происходят все баталии, все сценарии. Но начинаем мы, как обычно, с экипировки. Прошу пройти к стиллазу. А правила игры есть какие-нибудь? Есть несколько сценариев игры, обязательно. Первое, что нас встречает, это наша доска информационная и наши активные режимы. Первый режим это лига. Что это такое? Это один тайм длиной в 10 минут, в течение которого игроки зарабатывают очки. Как заработать очки? В первую очередь, это попасть в соперника. Попадание в соперника дает 1 балл. Второе, это выбить как раз таки ячейку. Здесь у нас немного отличаются мишени. За выбитую ячейку, за большую, вот, например, одну из 4, мы даем 2 балла. За центральную, маленькую, из-за того, что она меньшего диаметра, мы даем 5 баллов. Она в 2 раза меньше. И третий способ поймать стрелу, он самый сложный, это поймать стрелу соперника на лету. Поймать и удержать. Это дает команде 3 балла. Мы подсчитываем количество очков и записываем в нашу табличку. Следующий режим это выживание. Что это такое? Игрок, в которого попали, выбывает из игры. Но его можно вернуть, выбив ячейку. Выбив ячейку заранее, мы зарабатываем в своей команде дополнительные жизни. Следующий сценарий это вип-персона. Это каждая команда выбирает по одному игроку, которого зовут вип-персоной. Закончить игру можно, попав в вип-персону. Но команда может заработать в вип-персоне дополнительную жизнь всего одну, выбив все 5 ячейок. И последний наш сценарий это заражение. Заражение это достаточно простой и очевидный сценарий. Если попали в игрока, то он переходит в команду соперника и играет за нее как за свою собственную. Побеждает та команда, которая выбила всех, кроме одного. А насколько полезно занятие стрельбы из лука? Во-первых, укрепляется мышца спины и выравнивается осанка. Во-вторых, развиваются волевые качества. В-третьих, постоянно тренируются глазные мышцы и дыхание. В-третьих, улучшается работа мозга. И, конечно же, стабилизируется психоэмоциональное состояние человека. У нас в арсенале то, что мы сейчас предлагаем, это у нас лучшие бои, которые мы сами организуем, собираем народ. Также у нас очень хорошо идут мероприятия, которые люди заказывают на выезд. То есть мы выезжаем в горы и там тоже организуем наши выездные спортивные мероприятия. Будто это тимбилдинг, будто это день рождения какой-то компании, будто это день рождения какого-то мальчика или девочки, мы всегда рады дарить эмоции и привести приключение к ним. Три месяца назад мы открыли свою школу. Школа называется Юный Стрелок. Мы до этого тоже хотели запускать, но из-за отсутствия помещения мы не смогли как-то быстро реализовать. У нас были очень, у нас был очень большой спрос, но мы очень зависали от погоды. И теперь, когда у нас нам погода не влияет, мы вот в нашем помещении уже мы собираем наши детей и тут же мы их обучаем в стиле без лука, мы их обучаем именно искусство командных игр. На самом деле это на ДАС Пермитике очень актуально и многие родители они жалуются, что их дети, они остаются в телефонах, потому что сейчас очень много игр, в которых играются дети онлайн. И мы сами вспоминаем наше детство, когда мы выходили во двор, собирали нашу команду, собирали друзей и что-нибудь придумывали. Дети приходят, они выходят из своего компьютера, они встречаются со своими сверстниками и собираются в группы, команды. Это наши три направления, которые мы организуем сейчас. То, что мы собираем народ, это у нас наше мероприятие и это наша школа, наши тренировки, которые мы реализуем. Наша дальнейшая идея это развивать спортивную культуру. Ну и плавно перейдем к нашей экипировке. С крагами мы уже знакомы, они защищают нашу руку от увечья. Следующий немаловажный атрибут это шлем. Шлем мы выполнили сетчатым, так проще, он дышит. Его нужно надеть в начале раунда перед тем, как будет дан свисток. И не снимать до самого его конца. Он должен сидеть плотно на носу, вот так вот, и не должен спадать. То есть при попадании в него стрелой он не должен слететь. А кто контролирует игру? Судья, в данном случае например я или другой наш сотрудник. У судей есть несколько атрибутов. Первый это планшет, куда он пишет очки или дополнительные жизни в зависимости от режима. Также мы используем громкоговоритель, потому что во время игры во-первых, люди друг друга хуже слышат, во-вторых, у нас играет музыка, иногда до игрока нужно достучаться, вот, чтобы ему что-то объяснить. Также у судей обязательный атрибут это свисток. Свисток дает начало раунда, конец раунда и свисток говорит о том, что игрок делает что-то не так и ему нужно обратить внимание на суде. Что, Георгий, меньше слов, больше дела. Согласен. Игра будет сегодня? Да, наши игроки уже ждут, мы готовы начинать. Предлагаю вам побыть вроде помощника суди. Постоим в стороне. Все увидеть своими глазами. Добро пожаловать, дорогие друзья. Сегодня мы с вами играем в арчери так. Что такое арчери так? Это стрельба из лука. Сначала про разметку поля. Наше поле делится на две половины, разделяет которые безопасная зона. На поле соперника переходить нельзя в любых условиях. Команда может стрелять с соперника до первой линии, а собирать стрелы до второй линии. Также команда может передвигать свои барьеры, но главное не делать двух вещей. Первое это не загораживать мишени ни барьерами, ни собой. Перед началом игры все стрелы будут разложены на безопасной зоне. Команды начинают одна от линии ворот, вторая от линии баннера. Они бегут друг к другу, собирают стрелы и разбегаются за барьеры. Чем больше стрел вы соберете, тем лучше. Раньше начнете стрелять, больше будете попадать. Теперь о том, о нашем сценарии. Первый сценарий, который вы будете играть это лига. Что такое лига? Лига это один тайм длиною в 10 минут на очки. Это была разметка поля, она не меняется. Сейчас мы займемся экипировкой с вами. Первым делом нужно надеть краги. Позвольте. У меня правильно, да? Да, все правильно, все хорошо. Отлично, отлично, отлично. Обязательный элемент экипировки это шлем. Его можно надевать прямо на очки. Прошу вас, прошу вас и вас. Он должен сидеть плотно, но при этом не должен давить. У вас он слишком затянут. Здесь есть лямки, их можно растянуть. После того, как наденете, сможете затянуть. У вас нормально? У вас хорошо? Что ж, игроки, вы готовы? Прошу вас по очереди взять себе полуку. Теперь прошу всех игроков пройти на ту половину поля. У вас есть пять минут, чтобы потренироваться в среде. игроков 보컬 игроков игроков rocks под игроков 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 и э игроков Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!